На каком конкретно участке будет возводиться новая детская поликлиника – именно это стало темой публичных слушаний. На встрече не рассматривали ни проект планируемого здания, ни пути подъездов к нему. Но даже этот начальный этап обсуждений собрал огромное количество горожан. И в первую очередь жителям волновало, как отразится строительство на уже существующей инфраструктуре и, конечно, на их жизни. Мы сегодня рассматриваем гражданную территорию под поликлинику. Проекта на дорогу и проектов на подъездную дорогу пока нет. Поэтому говорить конкретно нет. Здесь есть какие-то такие вопросы. Мы не знаем, как это будет все расположено, как подведены будут к ним коммуникации, ущемит ли это наши права, в частности, владельцев гаражей и жителей домов. На слушание соровщане пришли с конкретными вопросами. Как будет организован подъезд к новой поликлинике, лишатся ли жители этого района парковочных мест, будет ли вырублен лесной массив. Но четких ответов пока не получили. По словам авторов проекта, площадь застройки еще не определена. А то, как будет подходить к поликлинике дорожная сеть, рассмотрят позже, на других слушаниях. Единственное, что уже известно на сегодня, расширению улицы Чапаева быть. При таком раскладе могут снести часть гаражей, находящихся в этом районе. Мой гараж попадает под снос, и меня интересует тот вопрос. Мне будут выделять место под гараж, либо строить гараж. Вопрос не этих слушаний, повторюсь. Линейный объект дорога, продолжение Чапаева, это будет следующий проект, и будут следующие публичные слушания. Вы не можете следующее обсуждение делать, если вы на перспективе не рассказали. Ну а что вы смеетесь-то? Что вы сказки тут рассказываете? Не вопрос. Поликлиника, что у вас, в воздухе подвешено, что ли? Вы хотите просто картинку нам сейчас обрисовать. Вот здесь мы решили, что будет у вас поликлиника. Мы не против поликлиники, но давайте просмотрим вопрос, в принципе, в комплексе. С жителями, которые там живут, раз, с гаражами, которые там стоят, с жилыми домами, конкретно, которые будут примыкать к этой поликлинике. Вы нам эту информацию не дали. Вопросов у горожан накопилось столько, что задавали они их наперебой. А вот ответов получить так и не смогли. Конструктивного диалога жителей с представителями администрации в рамках публичных слушаний не вышло. Какой у вас дом? У нас есть. У нас есть. Там провалы. Провалы там. Что? Провалы. Многометровые. От меня вы что хотите домой? Не получив полного представления о том, какие изменения ждут тех, кто живет в ближайших домах, и как будет выглядеть район, жители и вовсе решили. Поликлиника в этом месте им не нужна. Предложение этот участок не рассматривать на другой территории. Да. Мы здесь. Все зависали. Зачесали. Мы против поликлиники. Хорошо. Мы записываем это все в протоколе, дадим оценку, дадим заключение свое и дадим рекомендации. И проигнарируем. Так или иначе, обсуждение строительства новой поликлиники в старом районе продолжится. В планах администрации подготовить проекты планировки участка и дорожной сети. И точно так же вынести их на публичные слушания. Остается надеяться, что о проведении этих слушаний жители проинформируют заблаговременно. И подготовят к ним подробную презентацию. Из которой горожане четко смогут понять, как конкретно коснется их этот проект и затронет ли его реализация их интереса. Мария Руинч, Владимир Есеников, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.